Все организовывать по полочкам, папочкам, чтобы все было аккуратно. Так мой внутренний учитель контролирует мою дисциплину. Старается, по крайней мере. Но куча бумажек, блокнотов, учебников вот-вот свалятся мне на голову. Не убьют, конечно, но синяк оставят. А жесткий диск с папкой «разобрать» скоро будет являться мне в страшных снах. Что же делать? Использовать Trello. Сегодня мы с вами расскажем, как использовать Trello в учебе, в проектах и в своей преподавательской деятельности. Это проект GoDigital, с вами Зарина. Поехали! Что такое Trello? Trello — это бесплатный визуальный инструмент для совместной работы. Его используют менеджеры всего мира для управления своими проектами. Полезен он и учителям для более легкого и быстрого построения обучения на основе проектов, сотрудничества и обсуждения. Принцип работы приложения основан на так называемых досках, которые вы можете создавать, редактировать, добавлять в них списки, задачи, документы и давать к ним доступ нескольким пользователям. На каждую доску можно прикреплять карточку, в которой будет содержаться вся необходимая вам информация. В карточке можно прикреплять различные файлы аудио, видео, PDF и так далее. Добавлять метки, составлять сроки выполнения или чек-листы. Как учителю использовать Trello для организации работы? Создавайте доски, чтобы организовывать все, с чем работаете. Планы уроков, аудио, видео, домашние задания для отстающих и так далее. Для каждого уровня вы сможете сделать отдельную папку и прикреплять туда все релевантные материалы. Храните все уроки в одном месте онлайн. В Trello у вас перед глазами будет любой урок, который вы когда-либо планировали. Так что больше никаких неожиданных находок в виде давно забытых планов в каких-то папках в шкафу. Также можно не бояться забыть планы дома. У вас все под рукой. Можно быстро просмотреть план урока со смартфона перед занятием. И паника сама будет курить в сторонке и смотреть, как вы классно без нее справляетесь. Плюс никаких планирований одного и того же урока под 10 раз. Каждый сохраненный урок на Trello – это минимум подготовки к следующему разу. Распечатаем и готово. Сохраняйте классные находки. Понравился материал? Отсканируйте его или сфотографируйте. И прикрепите к необходимой доске на карточке в Trello. Долой постоянное просматривание уже набивших оскомином материала. Нет, они хорошие, но уже не знаешь, куда их деть, да и выбросить жалко. Создавайте свою методическую базу. Trello – это еще и ваш лично храм мудрости. У меня опыт, конечно, небольшой, но даже я уже объясняю грамматику по накатанной. Так лучше сохранить шаблон и при необходимости освежать материал. Также можно записать типичные ошибки и проблемы учеников в конкретной теме и способы их решения. Покажите ученику материалы урока заранее. Отправьте ученикам карточку перед занятием, чтобы они могли подготовиться к уроку или распечатать нужные материалы. Записывайте информацию об учениках. У меня очень много частных учеников, и я не всегда могу удержать информацию о них у себя в голове. Поэтому у меня есть карточки учеников с их целями обучения и основной информацией о них. Сохраняйте уже использованные планы или шаблоны уроков. Trello – ваша личная библиотека шаблонов планов уроков. Любой урок приходится адаптировать под ученика или группу. Но имея по-другой уже готовый вариант, гораздо легче внести изменения или просто сделать для себя пометки, что сделать так, а что по-другому. Планируйте серию уроков заранее. Без Trello это выглядит примерно так. Длинные записи в блокноте о том, что же мне проходить. Их сложно найти, особенно если они остались дома. В Trello же все записано, все сразу на виду, ну и удобно носить правки, когда нужно. Никаких зачеркнутых строчек, помарок и так далее. Не забывайте о предыдущих уроках и темах. Таким образом, все, что мы запланировали, осталось там же. Соответственно, если я забыла, что, когда и кому в каком объеме я проходила, я опять же могу вернуться к ним в карточку и все вспомнить. Так я не повторяюсь на уроках, вижу прогресс ученика и отмечаю уроки, которые нужно будет повторить для закрепления. Знаете, что и когда учить? Раньше я грешила тем, что в ученика начального уровня хотелось впихнуть сегодня побольше. Это же интересно, думала я. Но у них от этого только голова пухла. Теперь в Trello я прописываю все, что необходимо для определенного уровня. Какие темы можно и нужно включать, а какие приберечь для уровней повыше. Храните свои закладки в одном месте. Все мои закладки из Google переместились в Trello. Картинки помогают мне визуально запоминать информацию, так как я не всегда помню, что читала, но помню дизайн сайта. Поэтому так легче отыскать информацию. Работайте вместе с группой. Если у вас есть класс или группа, создайте для нее отдельную доску и записывайте туда все, что нужно сделать. Купить билеты на экскурсию, провести классный час на тему безопасности в сети и так далее. Для этого измените настройки доски или создайте новую. Следите за выполнением заданий каждого ученика. На каждой отдельной доске создайте шаги или задания, которые необходимо выполнить ученика. По мере выполнения или прохождения задания удаляйте карточку или перемещайте карточку на доску с пометкой «ДАН». Организуйте работу над проектами и давайте задания определенной команде или группе. Теперь вся информация о текущих проектах в классе, а также о том, кто и над чем работает, не будет теряться. В Trello все собрано в одном месте. Так, что можно отслеживать процесс выполнения каждого проекта и помогать ученикам в режиме онлайн. А вы пользуетесь Trello? Если да, то в каких целях? Улучшили ли вы ваш рабочий процесс? С вами была Зарина, это проект GoDigital.